В данном видео мы рассмотрим 18 фишек в Python, о которых очень редко говорят. Этот функционал очень сильно помогает улучшить ваш код на Python, делать ваши программы более красивыми, но о них редко говорят. Некоторые фишки даже многие и не знают. Вы можете писать 2 или 3 года на Python, и некоторые фишки из данного видео вы, возможно, даже и не знали никогда. Поэтому я советую досмотреть до самого конца. Итак, давайте начнем с первой фишки, это Ellipsis. Интересно узнать, сколько людей уже знакомы с данной технологией. Поэтому для статистики попрошу вас написать об этом в комментариях. Если вы знаете, что она делает. Итак, начнем же с Ellipsis. Вот у нас есть такой пример кода, когда используется print. Возможно, вы когда-то видели такой код, но не знаете, что он делает. Так вот, если я вызову сейчас этот код, я получаю Ellipsis. Многие тоже не понимают, что делает Ellipsis. Так вот, если вы не знали, то есть Ellipsis и есть еще NotImplemented. То есть он используется уже для того, чтобы показать ваши функции, либо же показать другим разработчикам, что эта функция не определена. Но обо всем по порядку. Итак, у нас есть Ellipsis, это троеточие. Троеточие аналогично записи Ellipsis. И у нас есть NotImplemented. То есть, как я уже говорил, он используется для того, чтобы показать, что функция не определена. Итак, для чего же используется Ellipsis? Когда-то давно это использовалось для того, чтобы делать нарезку матрицам Ampire. И в моменты, где у нас не определена какая-то запись, ставили просто троеточие. Сейчас это тоже используется. Возможно, вы даже видели такие примеры в моих прошлых видео. Это можно использовать как обычную заглушку. Обычно мы делаем вот так вот. Мы указываем pass. Эта функция у нас не определена. То есть, она ничего не делает. Но потом мы можем эту функцию изменить, например. Так вот, мы можем просто написать троеточие. То есть, когда мы используем троеточие, мы показываем, что функция не реализована. Мы можем даже написать вот так вот. Это тоже будет работать. Те, кто программирует на других языках, либо же вообще на Rusty, они могут подумать, что вы вот здесь вот возвращаете значение. Хотя вы его не возвращаете. Поэтому лучше ставить троеточие. Некоторые даже записывают ее вот так вот. Когда у вас есть множество функций, сразу же понятно, что троеточие это не реализованная функция. Далее у нас идет Node Implemented. Так вот, мы можем просто взять и вернуть это значение из нашей функции. Возможно, кто-то скажет также, что это вообще неправильно делать и Node Implemented вообще не для этого. Я полностью согласен, потому что знаю, что это используется также в классах. Но это очень глубокая тема, которую не стоит сейчас рассматривать. Но как аналог, ее сейчас используют, например, когда вам нужно вернуть это из функции. Точно так же у вас есть функция, но вы не хотите возвращать просто троеточие. А вам нужно вернуть что-то более значимое. Чтобы пользователь, например, понимая, что здесь есть вывод, он вызывает вашу функцию и получает то значение, которое уже более ясно говорит об этом. У него есть Node Implemented. Вы также можете взять и сравнить это значение напрямую. И, например, значение, которое возвращает ваша функция, сравнить с литералом и уже сделать нужное вам действие. Итак, следующая крутая тема это дата-классы. Многие новички вообще не знают, что есть дата-классы. Иногда говорят, что Python очень плохой язык, потому что в нем даже нет структур. Так вот, дата-классы можно использовать примерно как структуры, которые есть в других языках программирования. Итак, что же у нас здесь вот написано, какие преимущества и что это нам дает, какой функционал у дата-классов. Итак, изначально, что мы можем сделать? Мы можем вернуть несколько значений или же словарей из того же дата-класса. Сейчас мы сравниваем именно обычные классы с дата-классами. То есть, какие преимущества дата-классов перед обычными классами. Например, тот же обычный класс, он требует больше кода, вам нужно написать init, вам нужно написать методы и так далее, чтобы сделать аналогичную структуру. Кстати, полное видео о дата-классах сейчас вылезло также в подсказках, можете потом посмотреть. Третье преимущество это сравнение между разными классами. То есть, у нас может быть 5 дата-классов и мы сможем сравнить данные между этими дата-классами. С обычными классами нужно будет тоже реализовывать данный функционал с нуля. Мы можем также делать реализацию отладки через репер. Это тоже есть в обычных классах, но тут у нас уже все есть по умолчанию. И также снижение вероятности ошибок, потому что у нас есть type hint. То есть, мы четко указываем нашу переменную и указываем ее тип. Тем самым мы четко понимаем, какой тип у нас используется. Ну и очень простой пример. Мы создаем экземпляр, передаем первое значение str, второе значение int. Далее вот вам сравнение, получаем true. Далее получаем аргумент вот таким вот образом. Можем даже полностью получить всю структуру со всеми атрибутами. Получаем примерно такой результат. Далее обращаемся к юзер, обращаемся к нужному нам атрибуту, либо же name, либо же age. Следующая крутая тема это ziz. Если вы знаете, что он делает, можете также написать в комментариях заранее. Но я же запускаю код и посмотрим, что он выдает. Мы получаем какой-то непонятный текст. Давайте же я его скопирую и поставлю все это в переводчик. Это у нас называется Zon of Python. Итак, я перевожу и это получается у нас список правил Python. То есть он кратко рассказывает, как вам нужно писать код. Как вам нужно продумывать структуру вашей программы и так далее. Я сделаю вот так вот, вы можете поставить на паузу и все это прочитать. Итак, следующий момент это анонимные функции. Многие знакомы с анонимными функциями. Также у нас на канале есть полное видео по анонимным функциям. Все же несколько примеров. Это такой момент, который позволяет создать вашу функцию без названия. То есть вам не нужно где-то объявлять ее и так далее. Вы создаете просто вот такую вот запись. Присваиваете ее в переменную. И получаете в переменной адрес на функцию. Далее, имея адрес, вы можете сделать абсолютно все. Вы можете передать в другую функцию. Передать в класс. Передать вообще в другой модуль. И всего лишь используя адрес, вы можете потом все это выполнить. Вот простой пример. У нас есть обычная функция, которая вызывает сумму из двух чисел. И также мы можем взять ту же лямбду и вызвать напрямую. То есть даже не объявлять ее. Нам даже не нужно присваивать адрес. Мы можем вот здесь вот объявить ее. И далее сразу же вызвать. То есть она даже не присутствует в коде явно. У нас нет полного объявления функции. Мы просто вызываем ее напрямую. И все, с этого момента наша функция пропадает. Потому что мы ее никуда не присваивали. В данном же случае она существует до того момента, пока у нас есть ссылки на нее. Вот здесь вот у нас ссылки заканчиваются, она удаляется. Ну в случае, если ниже у нас не будет еще ссылок. Итак, следующая крутая тема это Least Comprehations. Если я неправильно произнес, можете поправить в комментариях. Но мы рассмотрим, что же это делает. Итак, у нас есть два примера. Первый пример. Создаем обычный список. Далее бежим в цикле, наполняем ее через append. Это занимает целые три строчки. Далее вот такой вот пример. Я это, кстати, называю генераторами. Но можете в принципе называть Least Comprehations. Но мне так неудобно назвать. Делаем то же самое действие. У нас есть обычный цикл. И просто на каждой итерации цикла. Вот у нас прошла первая итерация. Мы возвращаем x. Помещаем ее в вот этот список. То есть по бокам у нас список. Поэтому каждая итерация у нас добавляет значение. Мы добавили на первой итерации x. Потом пошла вторая итерация. Мы добавили второе значение. Потом третья итерация. Мы добавили третье значение. Вот и все. У нас абсолютно идентичный код. Но это одна строчка. А это три строчки. Вывод же получаем точно такой же. И самое интересное, что я могу об этом сказать. Что вы можете не только наполнять списки вот здесь вот. Потому что некоторые думают, что это созданное число для того, чтобы наполнять списки. Вы можете вот здесь вот делать абсолютно все, что угодно. Вы можете сделать огромную вложенность. У вас может быть вот здесь вот внутри еще один генератор. Потом еще один. Потом еще один. И так далее. Вы можете даже совмещать. Потому что есть не только лист. Вы можете сделать даже вот так вот. И получите уже множество. Кроме того, если вы добавите вот сюда вот еще одно значение. Второе. Это уже будет генератор листа. Опять же, генератором не очень правильно называть. Но я просто так привык. Второй пример уже с словарями. То есть мы можем просто добавить двоеточие, как в словарях, чтобы это у нас был ключ, это у нас значение. И тем самым мы уже получаем не множество, мы уже получаем словари, всего лишь используя вот такой вот синтексис. И точно так же вы можете создать практически любой итерируемый объект. У нас остаются только картежи. Картежи вы тоже можете сделать, используя просто круглые скобки. Вот это уже истинный генератор, потому что там используется значение next. То есть вы можете уже полноценно итерироваться и получить настоящий генератор. Следующий простой пример это замена значений. То есть мы меняем их местами. У нас есть ab, значение 1, 2. Просто меняем местами и ставим вот так вот. Наши переменные меняются местами, вот и все. Получаем 2, 1. Здесь было 1 и 2. Далее у нас есть очень похожая фишка, как предыдущая, но используя ее мы можем также добавить и условия. У нас есть такое значение, например нам не нужна каждая запись из каждой итерации, но нам нужна только каждая вторая. В итоге мы можем поставить условия и в данный x попадет только то значение, которое соответствует данному условию. Что же нам нужно сделать? Берем x, например делаем вот так вот. Далее запускаем и получаем список уже отфильтрованный. То есть все значения, которые нам не нужны, мы просто выбираем. Естественно мы точно так же можем добавить условия через end или же через or и также дополнительно отфильтровать. Получаем уже следующий результат и второго значения у нас просто нет. Далее такой пример, который работает уже в интерактивном режиме. Итак, мы просто умножаем значение, получаем 4. Вот кто из вас знает, что вот здесь вот будет возвращаться? Так вот, правильный ответ это 6. Что же у нас находится в данном значении? Очень легко понять, что находится вот здесь в 4. То есть оно берет результат предыдущей операции. Предыдущая операция вот такая вот, он берет результат и ставит вот сюда вот. Но это работает только в интерактивной оболочке. Например, в том же ipython, я же использую сейчас bpython. Он тоже здесь будет работать. Например, вот здесь вот если мы напишем, мы получим ошибку. Итак, следующий пример, как же нам проверить нашу версию интерпретатора. Например, вы пишете программу с исходным кодом, либо же пишете свою библиотеку. Так вот, вы импортируете какой-то компонент, который работает только на Python 2.0, например. Либо же на Python 3.5, а на 3.8 его еще нет. А другой разработчик берет вашу библиотеку, запускает на версии, на которую вы не писали этот проект. И у него он просто закрывается. Так вот, что вы можете сделать? Например, если вы определили, что у него версия 2.7, подключаете ту библиотеку, которая работает на 2.7. Но такой библиотеки нет на 3.5. А на 3.5 вы подключаете уже нужную вам библиотеку. Например же, если ни то, ни то условие не сработало, вы можете сделать уже другую операцию. Подключить другую библиотеку, либо же свое собственное решение, либо же написать, что Python не работает на данной версии. Следующий пример это декораторы. Тоже есть полное видео на канале, поэтому не удивляйтесь, на нашем канале есть абсолютно все. Например, нам нужно логировать вызов каждой функции. Для чего нам для каждой функции добавлять вот такую вот строчку? Это немножечко странно. Так вот, для чего же нужен декоратор и когда он может пригодиться? Например, у вас есть функционал, который вы будете повторно использовать. Например, отправка вызова функции в Telegram, либо же логирование этой функции. То есть у вас есть определенный блок кода, который нужно внедрять в каждую функцию. Вы можете сделать это все в декораторе и далее просто обернуть вашу функцию в декоратор. Например, из функции ADD, которую суммируют числа. Кстати, вот здесь вот нужно поставить вот так вот. И далее что у нас происходит? Данный функционал у нас попадает вот сюда вот. Далее мы идем в тело функции. У нас есть функция, которая просто объявляется. То есть она ничего не делает. И с данной функцией мы возвращаем именно адрес на вот эту функцию. Здесь у нас аргументы. То есть аргументы нашей функции. Это вот эти аргументы. А далее мы уже делаем все, что хотим. Это у нас вызов нашей функции. То есть вот такой вот строчкой мы вызываем функционал основной. А до этой функции, до ее вызова и после этого вызова мы можем делать абсолютно все, что нам хочется. Так вот, если мы вызываем нашу функцию, мы получаем вывод нашего имя на экран И также ее выполнение Если же мы это убираем, мы получаем вот такой вот результат То есть просто вызов функции Если же я сделаю вот так вот Наша функция перестает работать То есть используя декоратор мы можем даже повредить нашу функцию То есть переписать ее таким образом, чтобы она просто перестала работать Следующая тема это возврат нескольких значений Многие почему-то привыкли возвращать только одно значение Но вы можете вернуть множество значений То есть вы можете без проблем передать одно значение А потом передать второе и третье Далее как же все это принять? Очень просто Берем просто вот так вот принимаем. Далее это каждая отдельная переменная. Вы получаете отдельный результат и также можете отдельно все это использовать. Следующий способ это объединение словарей. Нам нужно сделать такой словарь, который будет содержать и значение A и значение B. Как же это можно легко сделать? Просто распаковываем значение A, далее распаковываем значение B. И вот мы получаем такой результат. Если же у вас версия Python выше 3.9, вы можете использовать такой синтаксис. То есть просто ставим вертикальную линию и получаем точно такой же результат, как и вот здесь вот. Далее несколько примеров с слайсами, у нас есть вот такое значение и вот такой вот слайс, то есть мы захватываем от нуля, от нулевого индекса по второй индекс, исключая его. Третье же значение это у нас ход, то есть через сколько значений мы проходим на каждом этапе, первое 0,5, то есть 0,5 это сколько нужно захватить, мы захватываем абсолютно все, но какой у нас ход, ход через 2, то есть захватили первое, далее у нас идет ход через 2, то есть 1,2 получаем 3 и далее 4,5 также получаем 5. Далее пример следующим текстом, который развернут в обратную сторону. Нам нужно вернуть все это опять и развернуть в обратную сторону. Мы просто ставим двоеточие, две штуки, и ставим минус один для того, чтобы ход наш был в минус один, то есть в обратную сторону. И получаем вот такой вот результат. Используя же следующий подход, мы можем узнать количество памяти нашего объекта. Мы обращаемся к SIS, передаем наш объект и получаем размер памяти, который он потребляет в данный момент. Это и есть размер памяти для нашего объекта. Далее вот такой вот пример, у нас есть args и qargs, но здесь они уже записаны неявно. Итак, у нас есть значение ab в нашей функции, далее список аргументов в виде словаря, и далее мы передаем два значения, почему именно две звездочки? Потому что это значение qargs, то есть для распаковки словаря нам нужно две звездочки, для распаковки обычного списка нам нужна только одна звездочка. Запускаем и получаем результат, точно такой же как и наши аргументы, тоже очень подробное видео, также есть на канале. Но более правильным вариантом будет вот такая вот запись, то есть когда мы явно показываем какой объект мы принимаем, тогда уже понятно, что вот здесь вот у нас qargs, это для распаковки, вот здесь вот у нас args для распаковки. Но обычно когда мы делаем такой подход, то у нас изначально функции практически всегда будет значение и args и qargs, для того чтобы вот здесь вот получить обычные аргументы, вот здесь вот получить аргументы в виде словаря. Ну и последнее значение нам показывает, как сделать так, чтобы удалить все дубли из нашего списка. У нас есть следующий список и у нас вот здесь вот есть дубли, это просто обычные инты. К примеру, вам нужно получать кукисы от сайта и удалить лишние кукисы. Например, вы получаете одно и то же сообщение с сервера, для чего вам вот здесь вот два одинаковых значения. Так вот, как же убрать дубли? Нам нужно просто преобразовать все это множество. Множество просто не может содержать дубликаты, так как он содержит только уникальные объекты всегда. И все дубли, которые у нас есть в списке, он будет автоматически удалять. Итак, используем set, это ключевое слово для создания множества. И получаем результат уже без дубликатов. Далее мы можем преобразовать все это обратно в лист. Вот у нас уже очищенный список. Кстати, есть еще множество фишек, которые я приберег на следующее видео. И в этот раз я отобрал еще более жесткие фишки, которых вообще практически никто не знает. Давайте попробуем набрать ровно 1000 лайков, это видео я выложу также на канал. Желаю всем успехов в изучении Python, на этом же этапе я с вами прощаюсь.